Лесли Лекрон. Добрая сила. Самогипноз. Глава третья. Гипноз. Могущественная и добрая сила. Приступая к выполнению своей программы самоздоровления, вы, конечно же, надеетесь осуществить стоящие перед вами задачи как можно скорее. Неоценимую помощь в этом окажет вам самогипноз. Идеальное средство общения с внутренним разумом и вместе с тем инструмент эффективного на него воздействия. Потенциал гипнотерапии огромен, но чтобы реализовать его в полной мере, необходимо понять саму природу гипноза и отказаться от некоторых привычных, но совершенно ошибочных о нем представлений. Наиболее распространенные предрассудки. К сожалению, в обществе по-прежнему бытует скептическое в целом отношение к гипнозу. Причем профессиональные медики оказываются в этом смысле, увы, ненамного грамотнее своих пациентов. Постепенно в общественном мнении происходят определенные сдвиги. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что более 30 тысяч женщин на сегодняшний день успешно родили без боли с помощью гипнотической анестезии. Не говоря уже о десятках тысяч больных в разных уголках нашей страны, испытавших на себе благотворное действие гипнотерапии. И все же гипноз принес бы человечеству несравненно больше пользы, если бы не давлел над нами груз совершенно необоснованных страхов. Во-первых, почему-то принято считать, будто погружаясь в транс, человек теряет сознание. Столь мрачная перспектива, разумеется, не может не озадачить любого нормального человека. Между тем, на любой глубине погружения субъект сохраняет ясность мысли и отдает себе полный отчет в собственных словах и поступках. Итак, под гипнозом мы не «лишаемся чувств», просто никаких особых ощущений не испытываем, кроме разве что вялости до апатии. При большом желании в гипнотическом трансе можно и двигаться, и говорить. Другое дело, что такого желания, как правило, не возникает. Вообще, гипнотический сон по своим характеристикам столь незначительно отличается от обычного состояния, что очень часто, погружаясь на малую глубину, мы вообще не замечаем никаких изменений. Не случайно гипнооператор регулярно пользуется контрольными внушениями, в кавычках «тестами». Лишь убедившись в том, что веки у него действительно «открываются кавычки», «слиплись» и не могут разомкнуться, «закрываются кавычки» или «открываются кавычки», «рука стала такой тяжелой, что не может подняться», «закрываются кавычки». Человек начинает осознавать, что действительно находится под гипнозом. Другое распространенное заблуждение состоит в том, что гипнооператор якобы полностью подчиняет пациента своей воле и вынуждает того выполнять любые приказы. Ничего подобного. Гипнотизер не колдун. Он не имеет над своим подопечным абсолютно никакой власти. В противном случае гипноз превратился бы в опаснее их и оружие. И о совершенных с его помощью преступлениях мы, несомненно, давно уже узнали бы со страниц уголовной хроники. В действительности человек просто не способен совершить под гипнозом ничего, что бы противоречило его природе, убеждениям и моральным принципам. Любое неприемлемое внушение просто будет отвергнуто подсознанием. Об этом важно знать каждому, потому что именно боязнь полностью утратить контроль над собой, как правило, и служит основным психологическим препятствием при погружении на большие глубины. Вопреки другому, широко распространенному и ошибочному мнению, человек не может под гипнозом ни, открываются кавычки, проговориться, закрываются кавычки, ни ляпнуть что-нибудь такое, о чем ему пришлось бы впоследствии пожалеть. Ясность мысли, повторяю, сохраняется на любой глубине, поэтому можете не опасаться за свои, в кавычках, «государственные тайны». Закрываются кавычки. Никакой гипнотизер даже при большом желании у вас их не выведает. Однажды на прием ко мне вместе с женой явился молодой человек, явно страдавший патологической ревностью. Целью визита было заставить женщину под гипнозом признаться в предполагаемой измене. Я сказал, что готов, в общем, провести такой сеанс, но только с согласия самой супруги, и лишь при условии, что он в момент гипнонаведения будет находиться в коридоре. Оставшись с молодой женщиной наедине, я сообщил ей о том, что гипнотический транс вовсе не делает ее беззащитной перед психологической атакой мужа, и что отвечать ему, в принципе, она может все, что вздумается. Та заявила, что скрывать ей нечего, охотно согласилась пройти, в кавычках, допрос, а через несколько минут, как ни в чем не бывало, сходу отвергла все обвинения, чем беспокойного супруга своего вроде бы успокоила, по крайней мере, на время. Так наивная вера последнего в то, что будто бы под гипнозом не лгут, продлила, открывается скобка, пусть, может быть, и ненадолго, закрывается скобка, жизнь этому семейному союзу. Иногда меня спрашивают, а что, если я, погрузившись в транс, потом не смогу проснуться? Обычно для немедленного пробуждения достаточно одной команды гипнооператора, а то и просто желание самого субъекта гипноза. Задержки наблюдаются крайне редко, причем они всегда мотивированы. Скорее всего, человек впервые за долгое время обретает ощущение внутреннего комфорта, и подсознание просто не желает с ним расставаться. Таит ли в себе гипноз опасность? Нет. Хотя неопытный гипнотизер вполне способен доставить вам неприятности локального характера, если, скажем, забудет снять внушение, которым в ходе сеанса анестезировал какой-либо участок тела. Разумеется, команды, в кавычках, специалистов такого рода очень скоро сами утрачивают силу, и все же будьте бдительны. Не доверяйте свое здоровье первому встречному шарлатану. К числу последних относится, очевидно, подавляющее большинство эстрадных гипнотизеров, чем научный кругозор ограничивается, чей научный кругозор ограничивается способностью ввести группу простаков в гипнотический транс и проделать затем над ними какой-нибудь фокус. Любой медик-профессионал, закончивший специальные курсы обучения гипнозу, прекрасно осведомлен о подстерегающих гипнооператора ловушках. Что же касается самогипноза, то до сих пор мне не приходилось слышать о том, чтобы кто-нибудь в ходе самотерапии умудрился причинить вред самому себе. Главное не забывать о том, что любое внушение, направленное на изменение физического состояния организма, должно быть снято до момента пробуждения. Настоящая книга ни в коей мере не претендует на роль научного исследования. Тем же из вас, кто всерьез заинтересовался гипнозом и хочет узнать о нем побольше, я бы рекомендовал обратиться к специальной литературе. Почему гипноз не нашел широкого применения в медицине? Причин тому несколько. Во-первых, как уже было сказано, подавляющее большинство специалистов знают о гипнозе. Не намного больше своих пациентов. Появившиеся в последнее время многочисленные, в кавычках, предостерегающие статьи, открывается скобка, авторы их, психиатры, возражают против того, чтобы гипнозом пользовался кто-либо, кроме самих психиатров, закрывается скобка, мягко говоря, улучшению ситуации не способствовали. Есть причины более прозаические. Одна из них связана с относительной продолжительностью гипнозеанса. Сегодняшний среднеамериканский врач, привыкший, в кавычках, обслуживать по 40-50 пациентов в день, открывается скобка, не говоря уже о свой, уже о «тружениках», в кавычках, конвейерного типа, пропускающих через свой кабинет, ежедневно по 80-90 человек, закрывается скобка, явно не готов каждому из них уделять минимум по 30-40 минут. И все же, главное, что мешает широкому внедрению гипноза в медицинскую практику, это вопиющая безграмотность в этой области подавляющего большинства наших врачей. Основные аспекты этой действительно серьезной проблемы хорошо вскрыты доктором Дэвидом Чиком, одним из ведущих специалистов в области гинекологии, который уже многие годы использует в своей практике методы гипнотерапии. Согласно результатам исследований, приведенных недавно в Калифорнии, из-за 930 опрошенных психиатров лишь 50 прибегнули к гипнозу хотя бы однажды, и только 20 нашли в применении его для себя какой-то смысл. «Будучи лично знаком с каждым из этих 20, смей утверждать, эти люди владели методом гипноза мастерски, принося поистине неоценимую пользу своим пациентам. основные характеристики гипнотического состояния. Различают три стадии гипнотического погружения. Легкую, среднюю и глубокую. В состоянии легкого транса наблюдаются глубокая мышечная релаксация, апатия, тяжесть во всех членах, заметное подрагивание зрачков под опущенными веками. Возможен эффект каталепсии. Открывается скобка в кавычках застывания в искусственной позе вследствие сильного мышечного напряжения или наоборот полной расслабленности. Закрывается скобка. Выполняются основные гипнотические тесты. Открывается скобка в кавычках глаза не открываются в кавычках. Невозможно распить, расцепить пальцы, закрывается скобка. Возможно частичная возрастная регрессия. Для среднего уровня погружения характерны расслабленность, апатия, каталепсия. Соответствующими внухениями могут быть вызваны местная анестезия и открывается скобка по пробуждении, закрывается скобка частичная амнезия. подсознание способно взять на себя контроль за некоторые физиологические функциями организма. Открывается скобка такими, например, как слюноотделение, закрывается скобка. Гипнотическим внушением приостанавливается кровотечение. В глубокой стадии гипноза возможны сложные галлюцинации с участием всех пяти чувств, полная возрастная регрессия, местная анестезия и полная постгипнотическая амнезия. Восприятие субъектом хода времени на этом уровне резко искажена. Под гипнозом на любых стадиях погружения сохраняются раппорт открывается скобка способность к общению с гипнооператором закрывается скобка и восприимчивость к постгипнотическим открывается скобка то есть задаваемым на будущее закрывается скобка внушения. Эффективность последних с увеличением глубины погружения возрастает. определить на каком из трех уровней находится субъект можно не только по внешним признакам открывается скобка они-то как раз варьируются в зависимости от особенностей психики индивидуума закрывается скобка но и путем идиомоторного самоопроса впрочем об этом мы поговорим чуть позже важнейшую роль в самотерапии играет явление частичной возрастной регрессии суть его состоит в способности подсознания воскресить в памяти события далекого прошлого но не просто в кавычках вспомнить его а всеми пятью чувствами как бы прожить заново полная возрастная регрессия или ревивификация открывается скобка она возможно только в глубоком трансе и почти никогда не достигается в самогипнозе закрывается скобка переносит человека в прошлое полностью без остатка субъект перестает узнавать оператора поскольку весь в кавычках последующий отрезок жизни открывается скобка от переживаемого момента до настоящего времени закрывается скобка в памяти его как бы стирается временно перестает существовать частичная возрастная регрессия открывается скобка она легко достигается практически на любом уровне гипнотического погружения закрывается скобка позволяет нам не просто в кавычках оживить в мельчайших деталях какие-то свои очень давние переживания но и проанализировав ситуацию понять почему все же они наложили болезненный отпечаток на всю последующую жизнь при полном открываются кавычки перевоплощении аналитический отсек нашего разума на некоторое время отключается закрываются кавычки впрочем оба типа регрессии играют неценимую роль в психотерапии они дают возможность проникнуть в самые отдаленные закоулки памяти в обычных условиях наглухо заблокированные самогипноз явление обыденное все мы сами о том не подозревая погружаемся время от времени в спонтанный гипнотический транс самопогружение явление настолько обыденное что никому даже в голову не приходит связать его как-то с гипнозом об этом в частности рассказывает в своей статье подготовленная специально для сборника экспериментальный гипноз открывается скобка макмиллан нью-йорк под редакцией лекрона доктор гриффит уильямс например всем знакомые состояние в кавычках сна наяву ничто иное как легкий открывается скобка а иногда и не очень-то легкий закрывается скобка гипнотический транс самопроизвольное погружение естественный результат усиленной концентрации внимание на книге экране любом другом объекте напряженной деятельности более того в кавычках загипнотизировать нас в скобках как полагает эстебрукс может оказывается любое достаточно сильное чувство например ужас или приступ ярости элемент гипнотичности присутствует и в религиозных церемониях ритуального характера особенно с использованием музыкального сопровождения значительная часть аудитории в процессе таких богослужений незаметно для себя погружается в транс а каждому кто вводит машину хорошо знакома следующая ситуация вы мчитесь по пустынному хосе расслабившись за рулем рассеянно скользите взглядом по убегающей вдаль белой полосе и вдруг ловите себя на мысли о том что только что проехали по улицам какого-то города и ничего не можете о нем вспомнить а объясняется все все очень просто вы самопроизвольно вошли в гипнотический транс а по пробуждении испытали частичную амнезию и так гипноз нормальное явление неотъемлемая часть нашей с вами повседневной жизни достаточно лишь полной мере осознать этот очевидный факт чтобы обо всех своих беспочвенных страхах забыть раз и навсегда да